Ежегодно в первую субботу ноября отмечается Всемирный День Мужчин. И сегодня мы поговорим о том, насколько сложно быть настоящим мужчиной. Ну а поможет нам разобраться в этом вопросе психолог Антон Толстобров. Доброе утро. Доброе утро. Ну действительно, казалось бы, на первый взгляд довольно простая тема, а если покопаться, то и не очень. А вообще, сегодня есть такое понятие, как настоящий мужчина? Тема очень сложная, давайте так. И настоящий мужчина, это скорее не какие-то внешние факторы, это внутреннее состояние. И люди часто путают, что мужик должен быть все время мужиком. Ну не служил ни мужик, и вот это вот все. Вообще все время зашел куда-нибудь тоже мужик, то есть вот спит как мужик. То есть вот это вот требование, оно довольно такое раздражительное. На самом деле это состояние психики, одно из состояний. Я бы его назвал больше мужественность. И мужественность это уже то, что я могу, ну как сказать, испытывать, не испытывать в какой-то момент. Может быть, мне это не нужно вообще. Потому что у мужественности и вообще у мужской части психики есть определенные задачи. И есть то, что с чем справиться нельзя, не получится. Так, заинтриговали, честно говоря. Да, да, да. Вот для того, чтобы справляться, нужна женская часть психики. Так. Поэтому, когда от нас с вами требуют быть настоящим мужиком, ну это нужно не всегда. Ага. Когда стоит быть настоящим мужиком, как вы сказали? И все-таки чуть подробнее. Что такое быть? Что такое быть? Маскулинность, да, должна выражаться. Мужчина очень сложная задача, а мужская психика инициируется. Взрослый мужчина, это мужчина, который инициировался каким-то испытанием. Да. И это испытание, это выход за определенные границы, про которые мужчина даже не подозревал. Причем границы довольно жесткие. Боли, страха, может быть какого-нибудь отвращения. То есть то, что он про себя не знал. В этот момент псих говорит, окей, хорошо, ты вырос, ты мужик. Будь мужиком. Даже так, теперь у тебя есть право что-то брать. А-а-а. Вот. И мужчина начинает это ощущать по-настоящему. Он не задает себе вопрос, можно ли мне это взять, можно ли мне это делать. Мама, подскажи. Жена, подскажи. Вот. То есть он... То есть не в 18 лет мужиками-то становится? Нет, и не по паспорту. Судя по всему, гораздо-гораздо-гораздо позже. Как повезет. Вот. Как сказать, кто занимается спортом или занимался спортом, у него возможность стать взрослым гораздо более... Ну, вероятность более высокая. Вот. Возможность есть. Если мужчина не занимается спортом, у него не было каких-то преодолений, там, в горы не ходил, испытаний не было, не попадал в какие-то жизненные передряги жесткие. Вот. Когда вы сказали про армию, это скорее про нагрузку и про испытания, нежели про армию в целом. То есть мужественность вот эта появляется как раз-таки после всех вот этих жизненных испытаний, начиная прям с юности. Ну, иногда достаточно одного, но такого, после которого уже человек становится другим. Даже неизвестно. Лучше, может быть, пусть много маленьких. Не знаю, не знаю. И смотрите как. И в этот момент мужчина, ну, становится взрослым, начинает отвечать за себя. И, ну, я даже возьму какой-то пример не из России. Есть такой писатель, тоже психолог, который обряд инициации описывал. Вот. Вот там он обряд инициации индейцев рассматривал. Там, когда мальчик инициируется и приходит уже взрослым после инициации, его племя принимает и говорит, ты можешь вот жить в этом доме, ты можешь выбирать себе женщину, если она тебя выберет тоже. И ты становишься в ряд со взрослыми мужчинами. И я не только вырастаю, я со взрослыми мужчинами понимаю, как общаться. А когда я маленький, я как ребенок. Они мне что-то должны, я им ничего не должен. И, ну, вот это общение, оно какое-то неблизкое и не очень понятное. Так подождите. В современном мире мы все-таки не индейцы. И что, как проходить вот эту инициацию? Случайно, ну, повезет там в жизни какой-то, а не повезет, что до 50 лет будешь ребенком ходить? Если это была прям обязательная процедура, то сейчас, и вообще, наверное, сдвигается как-то процесс взросления мужчины. Сейчас же вот время принятия себя, осознанного отношения к детям. И детюшка, ничего страшного, давай я поду и ударился. Я фанта немножко поиронизирую на этот счет. Женщинам невыгодно, чтобы мужчины взрослели. Я всегда это подозревал. Зачем вы раскрыли ту нашу тайну всемирного женского заговора? Ну, там тоже содержится определенный женский страх, как мне общаться с мужчиной, который делает свой выбор. Он становится отдельным, отдельной личностью. И слабо управляем, с ним приходится договариваться. И с одной стороны, такой страх, я же им не управляю, у женщины, и как тогда? Мне же надо быть красивой, взрослой. И все, что я умею, чтобы его привлекать, чтобы он куда-то не ушел, допустим, да, такие мысли могут быть, с одной стороны. С другой стороны, на него же смотрят другие женщины, потому что он взрослый и привлекательный. Ну, пусть смотрят, завидуют, есть чем гордиться. Ну, есть там сторона еще, ревность, да, понимаете? То есть, когда мужчина взрослеет, отношения становятся несколько сложнее. Там приходится договариваться в отношениях и быть более открытой и более открытым. Потому что, если не идти в эту близость, ну, соответственно, мужчина может найти близость с кем-то другим. Но когда мы говорим про мужественность все-таки сейчас, мы имеем в виду больше эмоциональную часть, правильно? Не физическую. Ведь мужчину можно бояться, потому что он силен, пришел и зол. Пришел домой, стукнул кулаком по столу. 150 килограмм. Да, да, да. Сказал, боже мне, и все. Я не ожидал такого классного вопроса от женщины, честно. Вопрос супер. Вопрос прямо про психологию. Нет разницы между психикой и телом. Это едино. Это было придумано раньше Декартом для того, чтобы изучить, отделить душу, попробовать изучить душу, потому что тело отдельно. На самом деле, и физиологически, и психологически, и тело, и психика — это едино. Поэтому, когда я занимаюсь своим телом, моя психика тоже изменяется и становится, ну, как сказать, выдерживает большие нагрузки. То есть я могу нагрузку не психологическую себе давать, а физическую. И психика становится более взрослой. Это одна часть, а вторая часть нагрузку выдерживает в виде разных эмоций. Страха, отвращения, чего-то отрицательного. И когда я занимаюсь своим телом, прохожу какие-то определенные испытания именно телом, у меня появляется возможность испытывать много чувств одновременно. И здесь мы очень так подходим медленно и нежно к слову «любовь». Потому что ребенок, любовь испытывает, ну, так, ее части какие-то. Взрослый мужчина и взрослая женщина любовь испытывает уже как чувство, состоящее из множества чувств. Одновременно причем. Тут, ну, многие люди будут спорить по этому поводу, но любовь сама по себе — это очень активная, очень энергетичная такая эмоция. Ее подростки, маленькие дети испытывают с трудом. Знаете, вот есть споры влюбленности или любовь. Вот, вот, любовь — это когда у человека много и сразу, и наружу. Вот. Отдавать. Транслируется. Да, 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 да. Скажите, как, может быть, есть какие-то советы для родителей? Как помочь детям? Ну, мальчикам, да. Да, да, мальчикам вот эту мужественность. Или хотя бы не загнать ее куда-то глубоко и далеко. Или прям вот инициировать надо какие-то возможности. И вообще надо ли инициировать осознанно? Ну, я бы рассмотрел... Как ветрянка, чтобы заболел. Да, я бы рассмотрел двух родителей отдельно, маму и папу. У них разные функции в семье. И мама показывает ребенку, что мир его любит. А папа, что не любит? А папа... Ну да, хорошая шутка, но в принципе, да. Папа, что мир будет испытывать, и надо эти испытания выдерживать. Сейчас расскажу. Есть такой термин в психологии — достаточно хорошая мать. Не надо о ребенке заботиться все время, залечивать его, опекать его постоянно. Он должен бегать, падать, набивать шишки, то есть, ну, получать что-то из внешнего мира. Вот этот вот негатив и позитив. И если родители его окутывают там безмерной любовью и надевают на него шлем постоянно, ребенок не вырастет. Он растет только за счет взаимодействия с внешним миром. Поэтому не нужно опекать, не нужно много заботиться. Скорее, нужно про собственную тревожность что-то узнавать. У нас, да, в современном мире очень много тревожности, что вот, ну, что-то произойдет, и с ребенком что-то случится. Оно с ним случается вне зависимости от того, заботятся родители или нет, по большей части. И чем больше ребенок получает опыта где-то извне, если уже подросший, тем он будет справляться лучше. Так, а папа-то тогда? Папа берет его за ручку и показывает, как общаться с этим миром. Да, как минимум на бокс, как максимум, как общаться, как защищаться, как защищать себя, как общаться с другими мужчинами. Он его учит коммуницировать. Если ребенок там падает, набивает себе шишки, он приходит, и мама ему говорит, все нормально, все хорошо, ты справишься, я тебя полечу. То папа говорит, вставай и иди. Не будет его поднимать. Допустим, до пяти лет, но можно, ребенок должен знать, что у него есть поддержка. Папа говорит, вставай, ты можешь. Ребенок встает, и что ты плачешь? Папа ему говорит, действительно, что я плачу. А можно так говорить? Потому что все-таки разнятся вещи. Ты же мальчик, не бей девочек. Или ты же мальчик, не реви. Можно так говорить? Мальчишки не плачут, зачем-ка. А потом вы раздеваете. Он же не понимает, что он мальчик. Это первое. Второе, что значит мальчик? Это какая-то странная установка. Ты же мальчик, не бей девочек. И что я кому должен? Я разговариваю со своими детьми. Когда недавно произошла какая-то драка, я у старшего спрашиваю, ты остановиться не можешь, что ли? Он говорит, она меня доводит. Я говорю, нет, погоди, ты взрослее, ты остановиться не можешь, что ли? Он говорит, могу. Я говорю, ну останавливайся. Я говорю, ты можешь ее треснуть и ударить, и сделаешь больно. Ну прекрасно. Что ты хочешь доказать? Что ты сильнее. Что ты сильнее. Он молчит, я говорю, ну ты так сильнее. Что доказывать-то, что ты можешь ее треснуть? Она не понимает, что ты хотел этим сказать. И в этот момент появляется понимание, что мне не нужно доказывать силу, еще что-то. Я пойду на какие-нибудь соревнования, или я действительно помещу себя в ситуацию, где это будет испытание, и я что-то про себя пойму. Но когда я пытаюсь там более слабо выпинать или не сдерживаюсь, ну это... Это не по-мужски. Не по-мужски. Так, чувствуется, что с вами можно разговаривать бесконечно. Будь фанты, продолжим за эфиром. Но сейчас мы, к сожалению, должны завершить нашу беседу. Будем снова вас ждать в гости. Спасибо, что приходите к нам. Спасибо за ваш совет. Напоминаем о настоящих мужчинах, и не только. Мы говорили с психологом Антоном Толстобровым. Продолжаем встречать это утро. Интересно. Будьте с нами.